Данное видео представлено компанией Mr. Hudson Estate. Все операции на рынке зарубежной недвижимости. Пустое здание посреди Тайм-сквер. Ежегодно площадь Тайм-сквер в Нью-Йорке посещает около 37 миллионов человек. Благодаря этому она занимает второе место в списке самых посещаемых туристических достопримечательностей мира. Спрятать целое здание в этом оживленном месте звучит как нечто нереальное. Однако мало кто из людей обращает внимание на пустой 25-этажный небоскреб в самом центре Тайм-сквер. Здание One Time Square было построено в 1904 году. В нем размещался главный офис издательства New York Times. Спустя 8 лет они съехали из здания, которое в те времена выглядело вот так. Последние владельцы One Time Square обанкротились в 1992 году. После чего здание было продано инвестиционному банку братья Лиман, который в свою очередь передал его в пользование рекламной фирмы. Эта фирма облепила фасад здания огромными экранами. И теперь One Time Square приносит 23 миллиона долларов в год. Несмотря на отсутствие арендаторов, не считая аптеки, расположенные на первом этаже. Кроме того, на крыше One Time Square располагается большой новогодний шар. Когда банк братья Лиман продал здание другой фирмы в 1997, он сделал это с 300% прибылью. Сегодня стоимость One Time Square составляет 495 миллионов долларов. А вот чтобы разместить на ней рекламу на целый год, рекламатателю придется выложить от 1 до 2,5 миллионов долларов. Это как минимум в два раза дороже, чем снять номер в отеле, расположенном в данном районе. Так что, когда вы смотрите на падение новогоднего шара, которое находится на крыше One Time Square, помните, что внутри этого здания, кроме пустых залов, заброшенных офисных площадей, больше ничего не было. Гламурный заброшенный терминал в аэропорту Джона Кеннеди. Если вы когда-нибудь смотрели в окно, проходя проверку безопасности в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, вы наверняка заметили одинокий пустой терминал с шикарным дизайном и крышей, похожей на крылья чай. Здание терминала Flight Center было сплескировано с знаменитым финским архитектором в 1962-м. К сожалению, когда компания Transworld Airlines в контроле в 2001-м, терминал с удивительным интерьером был заброшен. Переговоры о дальнейшем секретаре терминала длились на протяжении нескольких лет. Плана было превратить терминал в ресторан, конференц-зал, музей, авиации или даже отель. Но прийти к единому решению не удалось, поэтому сегодня терминал Flight Center по-прежнему остается пустым и неиспользуемым. Секретная железнодорожная платформа под центральным вокзалом Нью-Йорка. Оказывается, в Нью-Йорке больше секретных мест, чем в комнате у подростка. Одно из них расположено прямо под центральным вокзалом Нью-Йорка, который ежедневно принимает и провожает огромное количество ни о чем не подозревающих пассажиров. Знаменитый отель Walder Astoria был построен прямо над подземной железной дорогой, которая вела к центральному вокзалу Нью-Йорка. Тем не менее, в 1929 году кому-то в голову пришла блестящая идея сделать так, чтобы высокопоставленные лица прибывали не на вокзал, а сразу в отель, дабы избежать контакта со всяким сбродом. С этой целью была построена секретная железнодорожная платформа. Первый человек, который воспользовался ей, был генерал Джон Першин, который посетил город в 1938 году. Еще одним известным человеком, который испытывал эту секретную платформу, стал Франклин Рузгель. Президент хотел скрыть от общественности свое болезненное состояние, а в частности то, что он передвигался на инвалидной коляске. Рузвельт прибыл туда на бронированном поезде и, воспользовавшись огромным лифтом, попал прямиком на улицу. Как Бэтмен. После Рузвельта секретной подземной железнодорожной платформы практически никто больше не пользовался. Жуткий заброшенный остров в центре Дисней Уорл. Сегодня компания Уолда Диснея держит 4 парка развлечений. Тем не менее, в действительности есть еще и 5 парк, о котором представители не любят упоминать. Дискавер Ислан. Компания Уолда Диснея открыла этот парк в 1974. Он был известен как Остров Сокровищ. Впоследствии название было изменено на Остров Открытий. Парк был закрыт в 1999, когда открыли Царство Животных. Всех животных из Дискавер Ислан перевезли в новый парк и об острове забыли до тех пор, пока городской исследователь по имени Шейн Перес не попал туда среди ночи, успешно миновав охрану. То, что он увидел, практически ничем не отличается от парка юрского периода. Перес, гуляя по заросшим тропинкам, фотографировал пустые клетки для животных. Старые фотографии сотрудников, змей в банках, стервятников и прочее. В ответ на такой смелый поступок парня, представители компании Уолда Диснея заявили, что могут навсегда запретить ему появляться в испарке. Что касается острова, то были планы возродить его в 2009, но в жизни их так и не воплотили. Данное видео представлена компанией Mr. Hudson Estate, все операции на рынке зарубежной недвижимости. Купить один из этих объектов можно через сайт Mr. Hudson Estate. Подписывайтесь на наш видеоканал.